Борис Целевич на прямой связи. Борис, здравствуйте. Добрый день, Вадим. Вот выборы в Латвии, которые мы тоже активно обсуждали, в том числе в нашем телеграм-канале. Кстати, еще раз я призову подписываться на телеграм-канал Грэма. Одна из главных сенсаций партия Согласия, которая на протяжении многих лет была одной из самых популярных и даже самой популярной партии Латвии, не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Для вас это стало, скажем так, неожиданностью? Или вы были готовы к такому варианту? В принципе, были готовы, потому что понятно было, что ситуация сложная, хотя я, честно говоря, рассчитывал, что уж 5-процентов мы должны получить. Но, видимо, тут, как всегда, перед выборами важны тенденции. То есть нужно смотреть динамику рейтингов. В общем, эта динамика была, конечно, для нас очень неблагоприятной. Но частично, конечно, это наши ошибки, частично это общая ситуация. Потому что, ну, вы понимаете, война все-таки. Война все обостряет. Это поляризация общества. И в этой ситуации партия и политики, которые ориентированы на компромиссы, на согласия, оказываются между молотом и наковальней, между двух огней. Но вот если такой простой пример, скажем, вот эта эпопея со сносом памятников. Мы с самого начала определили четко свою позицию в отношении российской агрессии против Украины. И в то же самое время мы выступили против того, чтобы эта агрессия использовалась как повод для того, чтобы, для закручивания гаек, для искоренения всего русского в Латвии, для того, чтобы наказывать русских граждан и неграждан, жителей Латвии за преступления путинского режима. И, собственно, именно это и происходило. То есть мы были фактически единственной парламентской партией, которая активно выступала против ликвидации остатков образования на русском языке. Мы выступали против сноса памятников победителям во Второй мировой войне. Поэтому оказалось, что несмотря на нашу четко определенную позицию по российской агрессии, тем не менее для коалиционных партий мы все-таки были недостаточно правильными, недостаточно лояльными, поскольку не принимали и те выводы, которые эти партии делают из этого осуждения. С другой стороны, мы не смогли защитить эти памятники, мы не смогли защитить русское образование. Это вызвало гнев и недовольство, и критику со стороны и тех, кто, может быть, более с симпатией относятся к российской агрессии, или со стороны тех, кто, в общем, не определился. А таковых, как мы знаем, до сих пор среди русскоязычных латвийцев достаточно много. Поэтому, да, вот такая сейчас ситуация. С точки зрения оппозиции выбора у нас не было. Мы, ну как, это невозможно не осудить откровенную агрессию, невозможно прямо или косвенно поддержать войну. С другой стороны, мы не могли поддержать и вот эти попытки циничного использования путинской агрессии в качестве предлога для ограничения прав русскоязычных, для нападок на победителей в Второй мировой войне, людей, победивших нацизм. Это семейная история для очень многих наших людей, не только для русскоязычных, но и для латышей. Поэтому для нас это, в общем, была единственная возможная оппозиция. Ну, наверное, мы не использовали всех возможностей, скажем так, технологических для того, чтобы эту позицию объяснить. Но, в общем, вот в итоге результат получился именно таким. Вот, кстати, поскольку у нас много зрителей, в том числе и в России, спрашивают у вас, не постигла ли партию Согласия судьба партии Яблоко в России? Вообще, насколько уместны такие сравнения, как вы считаете? Вполне уместно, кстати. Интересно, что с 1995 года у нас был договор о сотрудничестве с партией Яблоко. И действительно, мы периодически встречались, консультировались. И действительно, вот это леволиберальное направление, которое Яблоко представляло и до сих пор представляет в российской политике, это, в общем, было очень близко и нашей идеологии. Да, есть нечто общее, вплоть до определенных специфических характеристик лидеров. Но, тем не менее, как-то с тех пор, как Яблоко уже не является парламентской партией, и наши контакты как-то стали гораздо менее постоянными. И, в общем, я довольно долго и в Страсбурге, в парламентской ассамблее Совета Европы общался с некоторыми представителями Яблока. Ну и сейчас только через интернет кое-каким. Не буду называть фамилии, это может оказаться небезопасным по нынешним временам. То есть какие-то отношения на личностном уровне поддерживаются. Но да, вот таким вот партиям, как Яблоко в России или Согласия в Латвии, всегда непросто, а во время войны особенно. Кстати, я просто напомню, что в эфире Грэма представители Яблока появляются регулярно. И Григорий Явлинский, и Борис Вишневский, и Лев Шлозберг. Так что это в нашем эфире можно всегда посмотреть. Я также напомню, что вы можете подписаться на наш Телеграм-канал. Если подпишетесь прямо сейчас, поставьте плюсик. Но еще, конечно, теперь вопрос, который возникает логично. Вот было такое, окей, к этому можно соглашаться или нет, но тем не менее, что у Согласия была монополия на русскоязычный электорат. По крайней мере, это всегда была главной основной партией, за которую большинство русскоязычных голосовало. Сейчас, на ваш взгляд, что будет с условным русским голосом? Он будет представлен в Сейме? Ну, ведь насчет монополии, это, конечно, некоторое преувеличение. То есть, монополии у нас не было никогда, и даже абсолютное большинство у нас было далеко не всегда. Но да, мы были одним из таких серьезных политических сил, за которые голосовала значительная часть русскоязычных латвийцев. Хотя, подчеркну, мы никогда не определяли себя как русскую партию, и среди наших избирателей всегда было достаточно много латышей, и среди наших кандидатов и избранных депутатов тоже было достаточно много латышей. Но, конечно, никакой монополии нет. В принципе, наверное, это процесс позитивный, когда голосование происходит не по этническому признаку. И сегодня вот эти выборы, они, пожалуй, самая главная тенденция. Это, ну, я не буду вдаваться в детали, потому что вашим зрителям из-за пределов Латвии это, может быть, не так интересно. Но это можно обозначить как возвращение олигархов. Просто скажу, что в течение многих лет вот в Латвии ввелась такая интенсивная борьба при поддержке европейских и не только европейских дипломатов, неправительственных организаций. То есть были конкретные люди, назывались три имени, олигархи, которые с помощью своих партий, через своих политиков, там, по сути дела, рулили Латвией. И вот в результате титанических усилий их удалось как-то сбросить, избавиться от них. И один из них даже осужден, вот бывший мэр Вэнспилл Соленберг. Сегодня три партии, которые прямо или косвенно связаны с этими олигархами, показали очень неплохие результаты. И реально получается так, что, опять же, не вдаваясь в детали, ну, премьерской партии «Новое единство» не удастся сформировать правительство хотя бы без некоторых из этих олигархических партий. И действительно, очень вот этот русский фактор, то тоже играет определенную роль. То есть, да, очевидно, ну, впереди какие-то социологические исследования, какие-то данные, но уже сейчас очевидно, что русскоязычные голосовали за целый спектр партий. И, честно говоря, меня это не очень радует, но какая-то часть голосовала за русский союз, ну, это, так сказать, классическая этническая партия. Они набрали чуть больше, чем обычно, но далеко от 5%. Очень многие голосовали за вот эти олигархические партии, какой-то из них, и за популистские партии. Набор популистов в этот раз был достаточно широк. Вообще, надо сказать, что вот этот тезис о том, что очень трудно преодолеть этнический раскол, это стереотип, это не так на самом деле, это ошибка. Этнический раскол преодолевается очень легко. За счет антиваксерства, за счет гомофобии, вообще за счет популистских лозунгов. И мы видим, что, как правило, популистские партии, они как бы не особенно делятся по каким-то этническим признакам. Да, сейчас в этот раз в выборах участвовало 4, такие откровенные популистские партии, которые были основаны именно на всех вот этих антиваксерских, гомофобских, евроскептических идеях и так далее. Две из них больше ориентировались на русскоязычный электорат, две на латышский, и по одной в каждой половинке прошли. Поэтому, в общем, к сожалению, общая тенденция, которая сейчас заметна, это дальнейшая маргинализация русскоязычного избирателя. Да, важно отметить, что прошли, ну, вроде как, и две либеральные партии. Вот сейчас идет отчасток, подсчет голосов на самых последних участках, и одна из этих либеральных партий, это Атест и Байпар, вот у них буквально там 5% плюс-минус, то есть буквально результаты каждого участка могут на это повлиять. С другой стороны, другая партия прогрессивная, она прошла достаточно уверенно, хотя получила гораздо меньше, чем прогнозировали социологи, где-то чуть больше 6%. И вот именно партия прогрессивная у нее, эта партия прогрессивная, в ней действительно достаточно много русских имен, и именно молодые, успешные, интегрированные русские активно поддерживают эту партию. Правда, если посмотреть на первые предварительные результаты выборов, то заметно, что, как обычно это и бывает с латвийскими партиями, с такими национальными партиями, русские фамилии в списке есть, но из-за нашей избирательной системы, когда можно менять порядок, последовательность кандидатов в списке, русские фамилии оказываются в самом конце. То же самое произошло и с пар, то же самое и на предыдущих выборах, и на этих, и сейчас, похоже, то же самое произойдет и с прогрессивными, хотя я очень надеюсь, что все-таки эта тенденция изменится. Поэтому здесь есть несколько вот этих, ну, заключая несколько тенденций, одна совершенно явная – это вот эта маргинализация дальнейшая, потому что, с одной стороны, вот это мощнейшее информационное давление со стороны России, и вот эта растерянность, и вот эта затянувшаяся фаза неприятия, потому что, ну, все-таки для многих России это не просто историческая родина, а означает гораздо больше, и как бы трудно принять и признать, что, по сути дела, твое государство, которое для тебя не чужое, совершает преступления, убивает людей. С другой стороны, ну, практически массовое уничтожение русскоязычной информационной среды в Латвии, и не только в Латвии. То есть сегодня, вот, собственно, ну, для нормального человека, вот, кроме вот вашего канала, существует очень мало, сказать, источников такой нормальной, объективной, достоверной информации. То есть наша глупая государственная политика, которая была направлена на вытеснение именно русскоязычного контента, произведенного в Латвии, помогает только российской пропаганде. И, конечно, распространение вот всех этих телеграмм, тиктоков и так далее, в том числе пропагандистских, это все действительно способствует этой маргинализации. С другой стороны, вот эта молодежь, которая хорошо интегрирована, для которой нет проблемы латышского языка, которая уже иначе относится и к победе во Второй мировой войне. То есть это для людей моего поколения, у которых родители воевали, и которые все это знают и помнят как бы с первых рук, это одно дело. А вот уже для второго поколения наших детей и внуков, ну да, так цинично звучит, но это уже что-то скорее приближающееся к Бородинской битве или к Куликовской битве. Поэтому эти люди намного более как бы интегрированы в латышскую среду, и для них вот эти факторы равенства, взаимоуважения, культурного разнообразия намного менее важны, но в то же самое время отношения к ним тоже все-таки остаются достаточно осторожными. Поэтому тут есть вот несколько таких тенденций. Я могу сказать, что согласие не собирается самоликвидироваться. Мы очень серьезно будем думать и работать над ошибками. Мы считаем, что эти идеи, согласие, солидарность, справедливость, поддержки, разнообразие, они Латвии нужны. Сегодня, кроме нас, никто не способен их предложить. Ну, так что надеюсь, что, в общем, все-таки вот эта интеграция латвийских русскоязычных граждан в политическую, в социальную систему будет продолжаться, что вот это этническое голосование постепенно будет уходить в прошлое. Но, тем не менее, будем стараться вынести свой склад в этот процесс. Ну что ж, спасибо. Борис Целевич был с нами сегодня на прямой связи. Депутат Сейма, представитель партии Соглас. Спасибо вам за то, что нашли время. Пока еще депутат. Спасибо вам. Потом будете как эксперт, будем вас приглашать уже. Как свободного человека. После какого-то санитарного периода, конечно, с удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.